мы перейдем к второй лекции которая называется метастатическое поражение верхних отделов желудочно-кишечном тракте при меланомии с чем мы их дифференцируем это небольшой у нас опыт безусловно это редкие опухоли и поэтому мы постараемся в своей маленькой лекции осветить данный данный вопрос и данные аспекты приблизительно у 60 процентов пациентов умерших от диссиминированной меланомы кожи на утопсии обнаруживает метастазы в органы желудочно-кишечного тракта как это как по данным литературы так и по нашим данным диссиминированный меланом достаточно часто бывает на утопсии метастазы в желудочно-кишечном тракте наиболее часто это по нашим данным метастазы меланомы кожи в желудочно-кишечном тракте встречается в малом сальнике в толстой кишке в 30 процентных случаях в прямой кишке в 25 процентных случаях по другим данным помимо метастазированный в мальный сальник меланомы часто метастазируют в тонкую кишку несколько реже в двенадцатиперстную кишку средняя продолжительность жизни больных после выявления метастазов меланома в желудочно-кишечном тракте 10-15 методов месяцев по данным ракового центра мемориального слон кеттеринг центр и раковые института джона уэйна общая выживаемость больных с меланомы 4 стадии не более 80 процентов но сейчас это с применением иммунной и таргетной терапии меняется в лучшую сторону без без этого прорыва в иммунной терапии были вот такие цифры крайне редко встречается меланомы с первичным поражением органов желудочно-кишечного тракта природа субстрата первичной меланомы в желудочно-кишечном тракте до сих пор дискутабельно может быть это из нейроэктодермальных закладок какие-то мутации возрастает произрастает мы пока только думаем основной метод лечения больных диссеминированной меланомы это иммунотерапии интерферонами альфа интерлекинами грануцентальным макрофагальным колонсимурирующим фактором вот то что мы видели безусловно пигментные метастазы меланомы в пищеводе в желудке увидеть можно и сложно с чем-либо спутать это плотные темные пигментные образования очень обильно достаточно кровоснабжающиеся слизистые очень ранимые при контактах кровоточиво посмотрите как выглядят метастазы пигментные в желудке в узком спектре света с увеличением вы видите вы видите такие ближковидные образования с извитыми сосудами темного цвета с депрессии с депрессии в центре обычно они множественные чаще мы видели в своде желудка и в средней верхней трети тела желудка но также мы видим на по малой кривизне вот на правом слайде это малая кривизна и в своде желудка видите такие ближковидные разрыхленные инфильтраты которые безусловно если это уже является метастазом не стоит брать биопсию потому что еще более как мы знаем меланома прогрессирует при взятии биопсии попадая клетки в кровеносные русла тем более они обильно кровоснабжается но к сожалению тогда когда у нас нет первичного очага и мы понимаем что у пациента злокачественная опухоль и первым проявлением является желудочно-кишечный тракт биопсию из очага меланома мы берем а вот метастазы беспигментные меланомы как в пищеводе и в желудке очень выглядит интересно так как они очень смахивают с лимфопролиферативными заболевания посмотреть это бляшковидная форма на широком основании с изъязвлением и вот сейчас вы видите метастазы меланомы в желудке а вот чем характеризуется подслизистые опухолевообразование при при лимфоме я сейчас покажу их разные чтобы вы поняли что очень часто их можно спутать они одиночные или множественные уплощенные подслизистые опухолевое образование с углублением на верхушке по мере развития опухоли возможно разрыв слизистый основание опухоли широкое от полутора до трех четырех сантиметров в диаметре эластичной мягкой эластичной консистенции если вот это типичные такие вот бляшковидное образование с изъязвлением для лимфомы то вот это очень смахивало на метастатическое поражение при меланоме видите также бляшковидное образование с белесоватым венчиком внутри внутри имеется фибрин и единственное что локализация обычно лимфомы она мультицентрична как в антральном отделе желудка так может быть и в своде желудка а все-таки у меланомы если поражается какой-то отдел то более чаще это максимальный отдел желудка или двенадцатиперстная кишка но не по всему по всему желудку в разных отделах эндоскопическим дифференциально диагностическими критериями желудка является полиморфизм макроскопической картины мультицентричность поражения как я уже сказала достаточно длительное сохранение функциональной способности стенок желудка даже на фоне обширного опухолевого поражения и длительный инфильтративный рост в пределах пораженного органа при метастазах меланомы они четко останавливают перистальтику в зоне имеющегося опухолевого очага так как очень глубоко сразу проникает практически на всю стенку желудка вот еще интересное наблюдение у нас было сочетание пигментных и беспигментных метастазов меланомы в желудке потому что это пациент им имел не имел первичного очага может быть он его имел но нам он об этом не рассказал так как пришел сказал что не был в косметических салонах не удалял никакие родинки и при гастроскопии у какие-то были диспексические явления мы нашли и беспигментные метастазы меланомы и пигментные метастазы меланомы первичного очага в желудке в на коже на кожных покровах мы так и не нашли у этого пациента и вы видите что если пигментные понятно мы сразу с вами определим то без пигменты очень сложно кажется что это либо злокачественную опухоль либо это лимфоролиферативные заболевания вот очень редкий случай был миллиардных пигментных метастазов как в желудке по всему желудку как будто бы человек выпил активированного угля только к сожалению к счастью сажи активированный упыль уголь смывается к сожалению меланома она находится в подследственном слое сразу да то вот эти миллиардные черные точечки были как в желудке так и в двенадцатиперстной кишке на всем протяжении и это было метастатическое поражение очаг локализовался на кожи правой половины бедра вот так же выглядят пигментные метастазы двенадцатиперстной кишки видите что они очень выделяются по цвету отличаются если мы можем поставить меланом меланоз так как они четко отчерчены видно опухолевое образование иногда даже перекрывающий просвет двенадцатиперстной кишки и видите беспигментные меланомы а вот беспигментные меланомы если посмотреть то вот на данном правом слайде это образование я трактовала в свое время как облежковидной форму лимфомы взяла биопсии и получил беспигментную меланому мы при том что когда брала биопсию было очень обильное кровоснабжение мы даже останавливали гемостатически останавливали и центральное и местное кровотечение здесь беспигментные меланомы все-таки более характерно она плотная она видите даже с прожилками крови потому что она постоянно контактно кровоточиться на с наличием фибрина она рыхло плотный такой она рыхлая берется большим куском биопсии но очень плотной консистенции как камень а вот на правом слайде очень было сложно и диагностировать сразу сказать что это беспигментные меланомы вот метастазы вы заметили если вы помните я показывала сейчас я вернусь к слайду видите эти ближковидные образования желудка который является лимфомой желудка и теперь посмотрите 12 перстной кишки чем не лимфо-лиферативные заболевания мы и вы здесь в данном случае поставили что это лимфома 12 перстной кишки но оказалось это без метастаза беспигментный меланом в 12 перстной кишки благодарю вас за внимание